Тяжело, ребята, тяжело взять и осознать и посмотреть на мир вот этим взглядом, этим пустым взглядом безментальным, где ты вот действительно я. Это сложно. Это можно испытать на минуту, на медитацию можно сесть и целый час это испытывать. Но когда ты идешь вот так вот, идешь и что-то происходит с тобой, люди, машины ездят, тут работа, осознавать себя тяжело. Правда? Быть осознанным постоянно в действии тяжело. Конечно, легко. Мне сейчас легко взять, бросить семью, моего пятилетнего ребенка и свалить куда-нибудь на гору, вот прям сесть на конус горы, вот на этой вот, и сидеть в Нирване. Класс. Я буду кайфовать ребятам. Целую полташку лет я просижу и могу ничего не делать, питаться только одной энергией. Классный я буду, парень? По-любому. Но научиться жить, работать, кем угодно работать, быть отцом, женой, кайфовым товарищем, и при этом осознанно все это? Можно. Ребята, можно. Забывается? Да, забывается. Случится какой-то квест, какая-то работа новая появляется, потихонечку с ней отождествляешься, начинаешь ей больше уделять внимание, и ты забываешь про эту осознанность. Но можно, можно. И что бы с вами ни происходило, любое событие в вашей жизни, которое происходит каждую секунду, и вспоминая о том, что сейчас вы можете не цепляться за это, даже диалогом. Вы пришли домой, и, может быть, муж или жена что-то такое ляпнула, и вам это не понравилось. Вам нужно оправдаться как-то и сказать все. Ну, много ты понимаешь. И вот начинается диалог, который неприятен не ему и не вам. Но без этого эгоистичного ума, который хочет постоянно доказать, что он такой классный, и что он знает, и что не надо вообще трогать меня. Я вообще сейчас осознанный. Я сегодня осознанный. Не трогай меня. Просто направьте внимание на то ощущение, которое вам подарили только что. Которое вам сейчас подарила эта ситуация. Ты понимаешь, что событие, и раз оно произошло, с ним можно повзаимодействовать. Но ум может сказать себе, нет, сейчас нам по плану. Нужно пойти вон туда. Поэтому не отвлекаемся на эту ерунду. Ум постоянно нам что-то несет. Постоянно что-то несет. Слушать его, как я уже понял, не надо. Есть ум аналитический. Это другая история. Я могу быть компетентным человеком в области чего? Машиностроения. И здесь я пользуюсь аналитическим умом. Я прихожу на работу, я делаю какие-то специальные отчеты, какие-то графики. Базара ноль. Делайте в удовольствие. Но бытовая та химия, которая происходит в голове, она также может оказаться здесь, на работе. И будет мешать нашему аналитическому уму делать эффективно свою работу. И вот здесь, аллилуйя, давайте осознаем этот момент. Осознаем, что когда приходит вот эта болтовня, она нам не нужна. Но, блин, как от нее избавиться? Пипец. Как от нее избавиться? Надо сейчас быть просто тишиной. Или, может быть, истинное я? Просто все, я истинное я. Все, вот, зенки раскрыл, все, как бы, будешь сейчас. Или сейчас уйду в уголок на небольшую медитацию, меня это спасет. Но каждое событие, которое происходит, каждое, можно воспользоваться этим. Послал какой-то мужик вас куда-то подальше, когда вы его подрезали? Воспользуйся этим. Какие-то недопонимания с друзьями, что-то они вам сейчас приклеивают? Воспользуйся этим. Не эго своим, который сейчас тоже хочет полялякать по этому поводу, а у тебя есть какие-то ощущения. Это та энергия, которая в тебе есть. Все состоит из энергии. И также то ощущение, которое испытываем мы. Но этой энергии мы даем ярлык. Сейчас я в депрессии. С утра проснулся, дипер какой-то просто думаешь, откуда? Откуда это дерьмо? Андрюш, как ты думаешь, а камера еще работает? Она же выключается? I love you. I love you. Андрюша просто святой человек. О чем я говорил? Андрюха сбил меня. Просыпаешься утром? Просыпаюсь утром и дипер. И тут ты начинаешь. Откуда? А, да-да-да, вчера вот это. А, еще сегодня нужно вот это вот сделать. Как будто вот это вот успеть. И начинается ментальная каша. Не надо. Не надо уделять внимание этой ментальной каше. Просто направьте внимание на то ощущение, которое вы называли дипером. Где она находится? В ноге? В руке? В животе? В животе вот здесь. Посидите здесь. Полежите здесь. Проснитесь за 15 минут пораньше, до того, как вам нужно просыпаться. И с тем ощущением, которое у вас здесь, поживите с ним. Посмотрите на него. И уйдет этот ум. Этот плей. А мы же планируем. Я не знаю. Может, только так у меня бывает иногда. Ты просыпаешься, и ты планируешь всякую ерунду. Просто ерунду. Так, вот сейчас надо завтрак приготовить. Там собака прогулять успеть. И все. Ты вот спланировал всю эту чушь. Вот эта вот ментальная мишура, она постоянно. Ты ешь. Ешь еду. А в голове там тебе так вот это вот надо вот. Не забыть вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Ужас. Кошмар. Ты даже поесть нормально не можешь, потому что в голове постоянно что-то происходит. Но есть ощущение. Мы можем прийти в ванну, открыть воду эту, горяченькую. У меня воды горячей нет. Представляете? Питер. Питер. Сколько можно уже, я не понимаю. Отключай себе. Сегодня включат. Аллилуйя. Ты включаешь горячую воду, начинаешь вот эти вот свои ручонки. Мы даже не чувствуем ощущения этой теплой, прикольной воды. Не чувствуем, потому что в голове происходит вот эта ментальная хрень, глупости всякие там у нас происходят в голове, которые мы даже не осознаем. Просто что-то есть. Автономная такая движуха. Люди, чем они старше, они просто роботы. Я очень часто, у меня был опыт выходить на улицу и брать у людей интервью. Молодежь такая приветливая, пипец. Только они тебя увидят, все, они готовы вписаться в каждый блудняк. Кому за 40, за 35? Нет. Ты внедряешься в их пространство. Нет, у них есть, вот у них своя какая-то вот тут хрень в башке, там какая-то есть цель дойти до пункта B. Еще тут целая туча всех этих забот. Как только ты в их пространство вселяешься, где-то сектанты, как будто я чувствую себя, как будто я листовки раздаю. А оказывается, блогер популярный подошел, понимаете? Да, взрослые такие, пассажиры. И к этому все идет, все идет, потому что этого ума все больше, 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 больше. В детстве мы просыпались, просыпаешься ты утром, думаешь, движуха, раньше просыпаешься всех, раньше всех, потому что сегодня поедем на движуху. Сейчас уже такого нет, уже робот, пошел это зубы свои чистишь, потому что нужно чистить. Руки эти моешь, потому что в душе стоишь просто, вот душишь, даже кайф. Душа – это кайф, ощущение, когда по тебе вода капает, это кайф. Но не понимаешь это, возьми себе холодную, включи, чтобы проснуться немножко. Кстати, я вот сейчас погнал на то, что воды горячей не было, но какой я кайф испытал, когда под душем сейчас мылся. Он просто, другие ощущения. Ментально ты можешь себя загнать. И вот это вот. Но как только ты отпускаешь эти все мысли и направляешь внимание вот на этот холод, он кайфовый. Он очень кайфовый. Ум нам не дает кайфовать. И поэтому, чем больше ты не забываешь направлять внимание на эти ощущения, тем больше ты тренируешь свою осознанность, свое внимание. И вот этого я, этого истинного я, его становится все больше. Это то, о чем я говорил. То есть, вот это вот видение, оно как-то, его не описать, оно расширяется. Благодаря этой практике не глядеть на эти мысли, на культивацию, на эту материализацию. Я буду счастливый, счастливый, радостный, радостный. А просто на ощущение, ты не даешь ему названия никакого вообще. Вообще никакого. И просыпается, постепенно просыпается вот кто-то, вот это вот, вот то я, вот то настоящее и истинное. У меня это происходит благодаря вот такой практике. И получается, что действительно я не разбавляю свое внимание на ум, потому что я смотрю на эту энергию. Но со мной же это происходит, правильно? Я это испытываю, оно где-то здесь. Этому ощущению энергия. Мне кажется, это будет неплохой ярлык, если я скажу, да, это волна, да, это волна. Какой кайф испытывается во время этого, буквально через 15-20 секунд, направляя внимание просто на ощущение, которое ты называл три минуты назад депрессивным, ты просто в эту секунду испытываешь кайф. Каждый из вас это может сделать прямо сейчас. Прямо сейчас. Для этого далеко ходить не надо. Садиться в позу лотос не надо. Каждый день, хотя это классно, медитация это классно, это такая же практика. Это такая же практика тренировать свою внимательность. Но порой у нас не каждый раз это получается, и когда получается, не дай бог нас отвлекут. Нахрен всю осознанность. Козлы, не отвлекайся меня. Я медитирую. Ощущение. Ощущение классное. Классная эта энергия, которая в нас есть, которая будто бы нас мучает. Ум дает нам это мучение. Но убери этот ум. Убрать ум это тяжело. А для того, чтобы убрать его, просто посмотри на это ощущение. Этот ум сам улетит. Он улетит. Ты в этом поковыряешься, потом выходишь из этого. Ум опять. Эээ, ты помнишь? Тебе сейчас надо вон туда. Ты в натуре как бы пошел. Нет. Он прилетел к тебе опять. Он опять подарил тебе это не очень благоприятное ощущение. Ты опять посмотрел на него. И ум опять улетел. Ты убиваешь сразу же нескольких зайцев. Ты в настроении. Все классно. Ты тренируешь свое внимание, свою осознанность. Все классно. И создается что-то новое. Создается что-то новое, что ты не планируешь. Потому что, как я понимаю, я это вижу, все всегда создается только для тебя. Этот мир, он классный. Он офигенный. Он создает для тебя самое лучшее. Постоянно. Но мы такие узколобые, мы это не видим. Мы цепляемся за эти мысли, за эту всю дребедень. Мы хотим как-то себя расслабить. Мы поковыряемся в телефоне, выпьем сегодня пивка. А может быть и выкурим. Сочный косячок марихуаны. Вот так мы себя расслабляем. Но просто побыть в этой тишине, в этом своем ощущении. Для начала, да, в ощущении. Потом ты начинаешь разглядывать тишину. Просто тишину. И уже насрать на эти ощущения. Ты уже их не видишь. Просто какая-то тишина, и ты в ней ковыряешься. Но иногда тебе не хочется находиться в этой тишине. Не хочется. Тебе хочется заесть ее чем-то. Ты думаешь, что это плохо. Что ты должен чем-то заниматься. Потому что мозг постоянно говорит тебе «Хватит заниматься ерундой». Ты еще не сделал годовой отчет сегодня. Хватит быть в пустоте. Мозг постоянно хочет, чтобы ты работал, думал, что-то там создавал, делал. И эту пустоту мы заедаем всегда. Заедаем этими деланиями. А если делать нечем, это мы просто ковыряемся ни в чем. Ни в чем. В новостях. В новостях в этих ужасных, которые мы и создаем в целом. Потом мы еще пойдем на работу трепаться. А вот ты вот видел, как там что-то показывали. Но эта пустота, она и дает все, что ты когда-то, может быть, желал. А может быть, ты даже не знаешь, чего ты желал. Но она дает то, что нужно. И это как бы кайф. И это можно делать постоянно, каждый день. И благо, если что-то произошло херовое, пускай это будет благо. Потому что на херовое мы всегда «Оля, все, жесть, что теперь делать?» Ум подсказывает, как решать эту проблему. Но просто можно сейчас направить внимание на это ощущение, пожить с ним, жить с ним. Может быть, 15 минут. Может быть, 5 минут. Может быть, денек. Но по какой-то волшебной случайности та ситуация, из-за которой ты так сильно переживал, которую ты должен был решать. Ум говорил тебе до этого «решай». Ты личность. Ты мужик. Ты должен решать все эти проблемы. Ум такой красавчик. Он из тебя сделал личность. У тебя убеждение. Ты классный парень. Крутой. Крутышка. Но не отождествляясь с этим умом, а просто направив внимание на ту энергию фундаментальную, кем ты, по сути, своей и являешься, каким-то макариком то событие, которое ум хотел так решить, и которое было таким серьезным в этой жизни, оно решилось. Хрен знает, каким. Как-то все решается, оказывается волшебным образом. И не нужно ковыряться, что-то там исполнять. Нет, ты можешь решать этот вопрос. Можешь, но осознанно. Осознанно. Ты решаешь это по-другому. Еще раз, ты не узколобый. Не узколобый хрен. Ты широко смотришь на то, как можно это решить. Идея может случайно прилететь. Ты ей воспользуешься. Но все это будет на спокойствии. На спокойствии чином. Потому что ты не в этом уме. Не быть в этом уме тяжело. Но есть бонус. Есть твое ощущение. Классно, что оно у тебя есть. А мы его только увеличиваем всегда, благодаря ментальному шуму. А сейчас можно просто перенаправить внимание на это ощущение. Будет кайф. Будет кайф. Можно попробовать это замутить прямо сейчас. И я могу болтать об этом сколько угодно. Но это нужно пробовать. Раз, два, три. Потом вы не сможете соскочить, потому что вы будете понимать, что, блин, какого хрена эта тема работает. Что сейчас мне хорошо. Хотя пипец за окном, может быть, идет. Война может быть вокруг. Какая нахрен? Какая нахрен может быть сейчас там осознанность? Но нет. Это нужно пробовать постоянно. И напоминанием как раз таки являются, может быть, те события, которые происходят в жизни, которые вроде бы неблагоприятные. Ведь даже мелочь может раздразить. Там, не знаю, немытая тарелка. Ты уже как бы... Какого хрена муж не помыл тарелку за собой? Какие-то мелочи. Или какие-то действительно глобальные вещи. Но направив внимание не на эту ерунду. Господи, какую ерунду. А почему ерунду? Аллилуйя, квантовая физика. Потому что этого как такового даже и нет. Потому что то, это все, что мы видим, оно все рождается благодаря призмы ума, благодаря этих очков. Вот наши очки, наши очки здесь. И мы смотрим на этот мир и видим это только благодаря тому, что этот аппарат нам это показывает. А он показывает именно то, на что ты смотрел всю свою жизнь. На что ты верил. Во что ты верил. Тот багаж убеждений, который был в тебе. Тот опыт, да, еще и ДНК твоих предков туда же. Все, все прямо здесь. Вся та картинка, она идет отсюда. Но она по сути, по своей ничтоживость, ни о чем, никто. Она состоит из ничего, из пустого пространства, из энергии. А мы так сильно в этом ковыряемся, углубляемся, тусуемся в этом постоянно, с утра до вечера. И да, это та истина, в которую я уже не верю. Мне уже не нужно в нее верить. Я мог в нее верить тогда, когда я эту книжку прочитал. Но когда ты это видишь на опыте, на собственном, другое даже говорит ничего не охота. Ну, ей-богу. Я понимаю, что у меня есть склонность к ораторскому мастерству, еще к чему-то. И много о чем я мог бы говорить. И много о чем говорил. И ты смотрел мои видосы. История, и там, и все. Я мкинул стендап, и стоял, матерился, что только не делал. Все могу в целом делать, но ни о чем не хочу говорить. На этой волне, которая происходит сейчас, на этой войне, я даже мог бы неплохо заработать. И даже не нужно было бы топить за Володю. Просто можно было бы остаться в нейтральной позиции, что-нибудь нести и нормально хайпануть. Сейчас за это деньги платят просто. Как добрый день. Не могу. Не могу об этом говорить. Не хочу. Потому что знаю, что если буду говорить об том, я буду это создавать, я об этом знаю. Я уже не верю в это, я уже просто это знаю. Если я бы сейчас смотрел вот это, со мной бы это происходило. Если бы я сейчас был бы в этой коммуникации и в этом балабольстве, в этой пустой болтовне с кем-то, да, это было бы, происходило бы со мной. Но нет, со мной происходит только то, что происходит. А со мной всегда должно происходить самое лучшее. так же, как и с каждым из вас, с каждым из вас.